Вот шедевр и пример для подражания. Но как при этом всём она могла так хреново петь. Мне мало, 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 мне мало, мало, мало вокала. Это просто сюрра. Лена выкупилась раньше времени и ушла. Всем привет, ребята, рад видеть вас на моём канале. Скорее подписывайтесь, если вы вдруг по каким-то причинам на меня ещё не подписаны. Это пятый выпуск истории группы Серебро. Я собой на самом деле очень горжусь, ибо за месяц мне удалось провести такую подробную работу. И рассказать о группе много интересного. Ну а сегодня мы продолжим. Поговорим о главном переломном моменте группы. Невыпущенном альбоме. Обсудим Дашу Шашелу, Полину Фаворскую и кто мог бы быть на её месте. Новые хиты коллектива и многое другое. Готовы? Тогда погнали! Настя Карпова официально уходит из группы. Это мы с вами обсудили в прошлый раз. Про дальнейшую жизнь солисток мы с вами обязательно поговорим в специальном выпуске. Поэтому сильно останавливаться на этом не будем. Скажу одно. Настя ушла и продолжила выступать уже сольно, что она делает и по сей день. Правда, в этом обзоре мы ещё не раз будем её упоминать. Но это чуть позже. Буквально сразу же появляется новая солистка, которую мы с вами все прекрасно знаем. Блондинка с шикарными пышными волосами. Это, конечно же, Даша Шашина. Даша – это такая белая овечка серебра, которая строит образ максимально безобидненькой и мягенькой. Почему строит образ? Да потому что непонятно, кто там скрывается за этим всем. В принципе, за артистами в основном неизвестно, какие они на самом деле. Потому что, конечно же, в медийном пространстве в основном все как-то ведут себя несколько по-иному, нежели там в своём округе. Понятное дело. С фокалом же у неё полный увы и ах. Ой, как вспомню её выступление на партийной зоне. Так вздрагиваю каждый раз. Ну что самое интересное. Даша до группы с 2012 по 2013 год жила в Америке и проходила обучение на вокальных курсах, параллельно работая фотомоделью. И даже сыграла эпизодическую роль в бродвейском мюзикле. Это очень важно отметить. Потом, чтобы заработать денег, устроилась певицей в один из самых известных ресторанов в русском районе. Brighton Beach. По признанию Даши, только кастинг в серебро заставил её вернуться на родину. Ведь она всегда была поклонницей Макса Фадеева и группы серебро. Она имеет музыкальное образование. Играет на скрипке. И я вот не понимаю, как при этом всём она могла так хреново петь. Как? Вроде как в музыкальной школе хор есть, ещё что-то. То есть какие-то определённые занятия. Ну настолько плохо петь, ну это странно. Тем более, если она на бродве и, блин, выступала в мюзикле. Да, вы можете сказать, что со звуком были проблемы. Но нет, Даша практически на всех концертах еле-еле тянула эту всю историю. Может, чуть-чуть получше стало к концу. Как-то более поработала, может быть, над своим голосом. Во-первых, прекрасно слышно, что песни серебра для неё слишком высокие. Ей тяжело их тянуть. Поэтому на высоких припевах она либо не пела, либо добавляла второй голос. Например, это идеально слышно в новогоднем специальном акустическом выступлении группы, где они поют, в общем-то, песню «Мало тебя». Вот вам отрывочек. Я схожу с ума, мне мало-мало-мало, мне мало-мало-мало тебя. Или в песне «Не надо больнее», где Фаворская поёт поверх неё все самые высокие части. Это был не удар по неверным губам, но хочу я с тобой остаться там. Во-вторых, вот тут уже будет моё, прям, моё субъективное мнение. Можно было бы позаниматься этим как-то, ну вот правда. Тут ещё и претензии к Лэйплу, потому что если бы он хоть как-то занимался этим, хоть капельку, поверьте, всё было бы намного лучше. И все звучали бы гораздо слушабельней. 22 октября 2013 года состоялась премьера клипа «Угар». Ну, тут порнушка, как говорится, по полной. И попы, и сиси, и изнасилование тебе на парковке тут есть, и стоны. Короче, полный набор. Но, объективно говоря, снято красиво. Все эти капельки на машинах, секси-наряды. Прям такой есть некий стиль. Ну и тут уже прям виден такой явный акцент на Оле. Прям такой конкретный акцент. Она тут, по сути, и является главной героиней, главным персонажем клипа. Остальных девушек всё же показывают, так, можно сказать, мельком. А она и поёт больше всех, и в кадре мелькает значительно чаще. Я хочу слышать, паро, а-а-а-а, паро, а-а-а-а-о. Мне бы он пишет, это поздно, а-а-а-а-а-а-а-а. Наверное, одним из самых позорных можно считать практически живое выступление на партийной зоне. Ох. Ну, во-первых, я просто скажу, что это было похоже на прибухнувших тёток в караоке. Причём плохо поющих. Конкретно плохо поющих. Я буду с тобой так. Так. И в объятиях твоих так хочу я дышать. Не могу без тебя, не могу ждать. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Во-вторых, я, блин, искренне не понимаю, почему нельзя отключить Серябкину на припевах. Эти истошные вопли поверх фанеры меня успели задолбать ещё в прошлом выпуске. А-а-а-а-а-а-а-а. Нормально это песня «Ми-ми-ми», потому что там петь, в принципе, и нечего. Наверное, поэтому она и была самой удачной. «Ми-ми-ми, али-ми-ми-ми» Больше всех, конечно, меня расстроила Даша Шаршина. Кто-то, я помню, писал, что она в тот день болела, но я даже не знаю. Ключили бы ей тогда уж фанеру, нежели вот этот трэш. Ну и, возможно, болезнь была бы оправданием, если бы впоследствии такого не повторялось. Но, к сожалению, такой шикарный вокал повторялся из раза в раз. Например, в начале 2014 года группа выступала на День Святого Валентина, я так понимаю, на Муз-ТВ с песней «Угар». Прямо уже второй раз плохой вокал именно связан с ней. Мне кажется, это какая-то проклятая песня Серебра. И я, правда, при просмотре и прослушивании чуть не умер. Можно было уже заказывать катафалк. Шаршина вот абсолютно так же ужасна, как и в том на партийной зоне выступлении. Но тут еще и Серебкина просто, мне кажется, порвала всех. Какие-то модель, Марай Керри, Айана Гранде, они все молча курят в сторонке. Учитесь! Вот шедевр и пример для подражания. Я опускалась, знаю плохо, но я же твой солдат. И влеченные пары, как будто ударив можешь больше, буду с тобой. Знаете, вот я проанализировав это все понял, что в шоу-кастинге в Серебро в 2019 году конкурсантки пели идентично плохо. Поэтому, в принципе, они вполне подходили на роль солисток Серебра. Потому что до этого такие составы были из раза в раз. И именно поэтому меня удивляет, когда эта голосистая женщина еще и осмеливается кого-то отчитывать за плохой вокал. Это просто сюр. Тут, опять же, как всегда, все тянуло Лену. Потому что, извините, я никого не пытаюсь сильно восхвалять, но здесь объективно все держалось только на ней. Что в том выступлении она пела чисто и вытягивала это все, что в этом. Та самая Лена, которая не лидер и вообще тупо в центре стояла. Пожалуйста, об этом не забывайте. Ни в коем случае. Да, Максим Александрович? Начало 2014 года стало для группы настоящим сотрясением. Лена Темникова, наконец-то, спустя 4 года страданий и терзаний уходит из группы. Изначально контракт у нее заканчивался в конце 2014 года. 3 декабря у меня закончится контракт и я буду свободна. Но, видимо, Лена настолько не могла терпеть этот голосистый курятник, что выкупилась досрочно. Помог это сделать Ленин муж, Дмитрий, с которым она познакомилась по ее словам в Сочи, когда девочки выступали на мероприятии, связанном с Олимпиадой. Лена рассказала об одном из интервью. Цитирую. В феврале 2014 года выступала с группой на Олимпиаде в Сочи. Там и познакомилась со своим мужем Дмитрием. Все было очень романтично, как в песне про миллион алых роз. Дима заказал очень много цветов. Их поставили нам в гримерку и на сцену. Когда пели, с потолка сыпались розовые лепестки. Мы посчитали, что этим роскошным приемом обязаны клубу. Но когда уже уходили, администратор спросил. Девочки, что же вы не берете цветы? Они от молодого человека по имени Дмитрий. Да, видимо, очень щедрый мужчина оказался. 19 января выходит очень знаковая работа группы. Это сингл под названием «Я тебя не отдам». В итоге он стал одним из главных хитов в 2014 году на территории стран СНГ. Ольга Серябкина, которая написала большую часть текста, заявила, что композиция является гимном женской дружбы. Которая, естественно, живет в серебро. Вот, честно, лень уже вставлять этот отрывок про Настю и вредную привычку. Настолько у них большая дурация. Песня же, конечно, очень стильная. Особенно в плане саунда. Сделан он, можно так сказать, по всем лучшим традициям поп-музыки. Потому что он очень прилипчивый, и мелодия потом в итоге крутится у тебя в голове очень и очень долгое время. Ну и плюс текст Серябкиной из одинаковых строчек также добавляет вот эту вот запоминающуюся историю. Но я считаю, тут гораздо интереснее именно клип. Девушки по традиции предстают видео в очень откровенных образах. А если быть точнее, в кружевном нижнем белье в основном. Также иногда попадаются кадры, где солистки носят что-то такое металлизированное, футуристичное. Насколько мне известно, для них эти наряды делал модный достаточно стилист популярный, телеведущий сейчас и, в общем-то, дизайнер Александр Рогов. Я думаю, многие его знают по проекту на СТС. Я просто работал с Серебром, это вот был мой как раз стилистический период. Делал для них клипы, в одном даже снимался. В общем-то, как сказала Серябкина, клипом на эту песню я внутренне ставила точку с тем, кого считала своим другом. Конечно же, Оля заявила, что песня посвящена какому-то другу-мужчине. Мне кажется, всем прекрасно понятно, кому на самом деле посвящена песня. Естественно, эта песня Оли Нетемниковой. Ольга прекрасно знала, что Лена уходит, и в связи с этим, видимо, написала такую, можно сказать, завершающую точку Лены в Серебре. Опять же, обратимся к цитате самой Ольги. Когда я писала слова к этой песне, уже знала, что это будет старт определенных изменений в жизни коллектива, то бишь уход Лены. Не из-за чего-то или кого-то, а так должно было быть. У меня было интуитивное ощущение новых вибраций. Господи, какие тут метафоры. Господи, какие средства выразительности. Прям не могу. Настоящая, как говорится, поэтесса. Сильно и быстро начал меняться мой внутренний мир. И этой песней поделилась самым дорогим. В клипе в основном присутствуют сцены именно с Леной и Олей, где они всячески взаимодействуют. Ругаются, кричат, обнимаются, целуются и даже дерутся. Я воспринимаю этот клип как некое отражение их взаимоотношений на протяжении 8 лет дружбы и работы в коллективе, в общем-то, бок о бок. Эти эмоциональные сцены снимались на протяжении двух часов. И вроде как Максим Фадеев хотел, чтобы клип только из этого и состоял. Но впоследствии выгрузил это в некой эмо-версии. Она также имеется на канале Мальфа, можете глянуть. Ну вот я, кстати, сейчас подумал. Интересно, а ему вообще было все равно на Дашу? Я так понимаю, ее в группе как бы нет, да? То есть выложил клип с Олей и Леной тупо и все, да? А третья солистка в группе вообще не участвует. Это как Настя Карпова, которая не появлялась на половине интервью, в принципе. Кстати, хотел бы дополнить, что не появлялась она на половине интервью, потому что хотела сбежать из группы еще задолго до ее ухода. Просто мне на это указали мои зрители под прошлым видео, поэтому решил с вами этим поделиться, то, что не упомянул. Это так, лирическое отступление. В общем, возвращаясь, идея Макса была бы не очень хорошей, потому что на Дашу по факту забили бы, если бы он реально в официальной версии сделал только Лену и Олю. Хотя, если посмотреть и на оригинал, то она либо где-то валяется и курит, как бы завуалированно показывая, что я тут где-то покурю в сторонке, а вы, пожалуйста, со своими срачами сами разбирайтесь, я к ним отношения не имею. Либо ее бросают в разные стороны, как куклу, ну и либо она ворует шубу у Серябкиной. Не знаю, это их фетиши, не лезу в это. Но вот согласитесь, что сцены с Дашей являются, мне кажется, самыми небросающимися в глаза в этом видео. Клип, конечно же, полностью на Лене и Оле. В интервью Лена Темникова кратко озвучила. Скажу мало. Десять лет знаю Олю слишком хорошо. У нас было все. Смешное, доброе, недоброе. В этом клипе итог наших отношений. Обязательно смотрите и знайте нас и о нас. Гениально. Ольга Серябкина же дополнила. В этом видео сто процентов искренняя правда нашей истории жизни, нашей дружбы и любви, нашей работы. Мы дрались, мы любили и ненавидели, но всегда были вместе. Я люблю то время каждой клеткой своего тела и никогда не отдам мой красный бриллиант, на который так похожа моя любовь к Лене и группе в целом. Этот клип очень дорог и очень хочу, чтобы вы это знали и ценили. Кстати, про их драки мы обязательно обсудим в ближайших выпусках, потому что там, конечно, трешанина полнейшая. Но обещаю, дойдем до этого. Короче, клип имел огромный успех и на данный момент набрал свыше 68 миллионов просмотров. А это охренеть как много. Для СНГ. Моя камера мне пишет, что она перегревается. Замечательно. Купил новую камеру. Ну, хоть качество хорошее. 14 февраля 2014 года на Big Love Show Лена официально заявила, что у нее заканчивается контракт с продюсерским центром Максима Фадеева 3 декабря того же года, после чего она покинет группу «Серебро». Big Love Show 2014, последнее в моей жизни в составе «Серебро». Я хотел бы спросить, а с чем это связано? Вот прошел слух, мы его ждали-ждали. Слух? Да. Я никогда никому ничего не говорила. Это первый раз я об этом объявляю. С чем связано? 3 декабря у меня закончится контракт. И я буду свободна, как любая женщина. Я в будущем когда-нибудь хочу красивых детишек, умных, поющих. Я делаю такой перерыв, хотя, так как я занимаюсь музыкой с самого раннего детства, и Бог дал мне этот дар, я не предам. Я обязательно останусь как минимум в сердце с музыкой. Я буду следить за девчонками, смотреть, какие они. Я очень люблю «Серебро». 11 лет уже с Вадеевым. В общем, воспоминания будут ого-го. Смотря интервью, я понял, что Лена испытывает амбивалентные чувства. С одной стороны, ей было действительно грустно. Грустно от того, с каким настроением она покидает группу. Грустно из-за того, что вся эта дружба и любовь закончилась достаточно давно. Ведь в самом начале было очень круто, все мы дружили, были вместе. Я была лидером, думает Лена, а сейчас, в общем-то, все это заканчивается так грязновато немножечко и некрасиво. Но, с другой стороны, она, конечно же, была рада. Не будем это отрицать. Рада, что прощается с этой токсичной обстановкой и обретает свободу. Потому что даже если посмотреть ее самые последние интервью с группой, то невооруженным глазом видно, как Лена молчалива и тосклива. И даже улыбка у нее совершенно несчастливая. Видно было, что к тому моменту она выгорела окончательно. Вдобавок, если посмотреть ее последние в то время посты ФК, то можно тоже сделать вывод, что она намекала на дедовщину и покидание коллектива. Поговорим про Big Love Show. Сразу скажу, что это фанера. Точнее, пререкорд. Они, правда, постарались максимально показать, что девушки поют вживую, но тут даже зрительно понятно, что при такой отдаленности от микрофона, давайте будем говорить честно, такого студийного, чистого, идеального, ровного звука быть не может. И в обедах твоих так хочу я дышать. Не могу до себя и не могу ждать. Ну а теперь самое интересное. На протяжении всего выступления Ольга Серябкина, судя по всему, находилась в диком трипе. Я думаю, тут ничего не стоит объяснять, просто посмотрите на эти шикарные движения. И при этом на ее каменное лицо. Прям даже крипово стало, если честно. А этот строгий осуждающий взгляд Лены, которая смотрела на Серябу, как на, простите, грубо скажу, долб***ю какую-то. Но ничего, Оль ей подмигнула, как бы сказав, что «Детка, я на троне тут, а ты уже пережиток прошлого». Короче, целый перформанс устроили. Даже ручками синхронно подвигали. А как вы знаете, харяги у них практически не прослеживается. Поэтому считайте эксклюзивом. Последний полноценный концерт Лены, насколько я понял, состоялся в Архангельске. Там, конечно, дофига грустных фоток. Сейчас прикреплю парочку. Даже у меня немножечко такая легкая тоска была от того, что вот такая действительно самая яркая, можно считать, солистка Серебра в общем-то уходит из своего, можно так сказать, детища. Но в итоге Лена выкупилась раньше времени и ушла. Изначально же она должна была доработать до декабря, а ушла в итоге в мае. Первое время всем это преподносилось как проблемы со здоровьем. Мол, Лена ушла лечиться. Потом уже пошли версии, что она ушла рожать. Что на самом деле оказалось одним из факторов ее ухода. Потому что довольно скоро она забеременела своей дочкой Сашей. Фадеев тогда тоже заявлял, что Лена ушла рожать, а нам и так хорошо. Также чуть позже он еще и рассказал, мол, что Лена их подставила. Типа концерты были расписаны на месяца вперед, а теперь им надо срочно искать замену. И, видимо, чтобы далеко не ходить, этой заменой оказалась Настя Карпова, которую позвали обратно. И сейчас прошу заметить, что она единственная солистка, которая уходила, а потом возвращалась в группу Серебро. Вот правда, единственная. Никто так не делал. Поэтому она уже уникальная часть коллектива, которая не только вернулась туда, где ее булили, и откуда она столько раз пыталась сбежать, но и по факту спасла группу и лейбл. И, в общем-то, огородила их от потери множества концертов, а, соответственно, и больших финансовых потерь. В тот момент, как группа выступала в этом временном составе, велся кастинг на роль Черненькой в Серебре. В то время активно ходили слухи, что, мол, на место Лены Темниковой возьмут Марию Яремчук. В общем, эта девушка участница проекта «Голос страны», бронзовый призер конкурса «Новая волна» 2012 года, а в 2014 году представляла Украину на конкурсе «Евровидение», по итогам которого заняла шестое место. И вот согласитесь, что-то есть в ней от Полины Фаворской. Так вот, спустя множество отборов и проб, на место Лены берут Полину Наливалкину. Да, это ее настоящая фамилия. Настя же Карпова уходит. На вопрос, вернется ли она в группу, она ответила. «Я там уже была два раза, спасибо, достаточно». Многоточие. Неоднозначный ответ, согласитесь? Немного о Полине. Родилась она в городе Подольске в 1991 году, хотя во многих источниках указана иная информация. Мол, детство она провела в Волгограде, и, собственно, родилась тоже в нем. Полина же от первого лица это опровергла. «Родилась я в Москве и выросла в Подмосковье, в городе Подольске». В детстве много занималась в секциях творческой направленности. То бишь, ходила на танцы, причем довольно плотно, и также ходила на бокал, потому что он находился в одном ДК вместе с танцами. Это такая, знаете, чисто вот актуальная по сей день история. Вот те дети, даже вот я, когда в детстве ходил, у меня там было в одном ДК сразу и какие-то спортивные занятия, и театралка, и т.д. и т.п. очень удобная, поэтому практически у всех, если спрашиваешь, что в детстве, куда они ходили, они все в одно место обязательно перлись, чтобы не таскаться туда-сюда. В основном у всех такая история, поэтому прям видишь себя, ассоциируешь себя с этим ребенком. Ладно, ладно, возвращаемся к Полине, а то вы мне сейчас скажете еще, что тут какие-то личные моменты вставляем. У нас же все-таки такое биографическое, историческое видео. Продолжаем. В общем, ходила она на все эти секции, но грезила о музыкальной школе. В общем-то, чем-то более серьезном, по ее мнению. В итоге в 13 лет она сама пошла на занятия академическим вокалом, и благодаря стараниям стала одним из самых топовых учеников. Впоследствии ее берут в камерный театр «Московская опера», где она, собственно, и выступает. Мне хотелось прям, знаешь, музыкальную школу, потому что это казалось что-то такое, знаешь, немножко типа Хогвартса. Там все такие с инструментами ходят, все воздушные. Я пошла сама записалась, короче, в 13 лет в школу академического вокала. Сразу там вошла в топ учеников, потому что я очень старалась. И меня взяли в «Московскую оперу». Это был камерный такой театр, но я в 15 лет уже играла в опере «Волшебная флейта» и работала в театре. Но после она поступает не в что-то, связанное с музыкой, а в высшую школу экономики на связи с общественностью. Кстати, на данный момент, чтобы туда поступить, нужно иметь либо мега-мега-мега-мега мозги, либо просто мозги и быть миллиардером. Потому что, поверьте мне, у меня есть множество знакомых, которые туда поступили, в общем, поступают и также собирались поступить, и все они меня проинформировали на эту тему. Поэтому это такой просто, знаете, факт для вашего развития. Может кому-то пригодится. Позже, после ее всяческих катаний по Америкам и путешествий, она попадает в проект «Каникулы в Мексике». «Каникулы в Мексике» — это такой, знаете, как бы помягче сказать, ну, «Дом-2» только в Мексике. Абсолютно такой же реалити, где куча быдла, маргиналов и не очень развитых личностей. Поэтому увидеть там ее было очень странно. Кстати, группа «Серебро» тоже приходила туда, только, правда, в составе с Леной и Настей. И Полина уже там дала понять, что она обожает Макса Фадеева, а, соответственно, Серебро, Линду, все, что вот он делал, она очень любила. Сразу там бросилась, начала с ними тусить, танцевать, как и все остальные, разговаривать. Поэтому вот, такая вот пророческая история, что ли. В общем, как бы тусилась с Серебром и попала в него. Через год же Фадеев вспомнил про нее, позвонил и пригласил в Серебро. Пришел год после каникул в Мексике. Мне звонит продюсер, по которому я фанатела, когда я смотрела «Фабрику Звезд 2». Это моя самая любимая была фабрика, где там был вот этот Темникова как раз-таки. Я прям такая, оу, я считала, что Фадеев гений, тем более он сделал Линду. Линда тоже была одним из моих любимых музыкантов в свое время. И он мне звонит и предлагает, чтобы я стала частью группы «Серебро». И это реально похоже на бред. Ну, то есть, в реальности как будто бы такого не может быть. Вот не знаю. Опять же, я не очень верю, что он прям помнил все это время ее, или даже вообще видел. Это опять та же история, как и с Мариной Лизоркиной. Просто на ровном месте взяли, позвонили и позвали. С другой стороны, в интервью Полина рассказывала достаточно логичную версию, почему выбор пал именно на нее. И только сейчас я понимаю, что если бы не каникулы в Мексике, потому что Фадеев тоже очень умный и хитрый человек. Он знал, что будет скандал. Ну, то есть, что вот он взял девочку из какого-то сомнительного шоу в свою группу, об этом будут говорить, писать. Он гений, он гений пиара. Факт. Потому что все так случилось. Также я помню, в то время говорили, что, мол, она работница ПМФЦ. Мол, в каком-то интервью Полина рассказала, что работала в ПМФЦ, и Фадеев ей предложил стать солисткой Серебра. Это, кстати, более правдоподобно, ибо она все время вертелась рядом с ними и как бы была на виду. А вы как считаете, как Полина попала в группу? И какая версия кажется вам более правдивой? Пишите в комментариях. Ну и завершить это видео я хотел бы с шикарным выступлением Серебра на премии Муз-ТВ. Не знаю, было ли это первое выступление для Полины, но оно было неожиданно полностью вживую. И, видимо, партийная зона их ничему не научила, потому что это был полный трэш. Начнем с костюмов. Вы знаете, я не очень люблю обсуждать сечу это внешность, но тут объективно была полная безвкусица. Платья, или в случае Серебкиной, едва прикрывающая хоть что-то футболка, выглядели так, как будто они реально, не знаю, обернулись в занавеску для ванной. Но мне понравилась идея покрытых серебряной краской рук. Это было самое стильное в их луках. Что касается номера, девушки стоят на некой платформе, а вокруг них валяются просто в каком-то нереальном количестве голые мужики. Даже Ксения Анатольевна это подметила. Я думаю, такого даже Виагра не делала. Ну и самое жаркое. Ох уж этот вокал. Обожаю. Просто... Какой трэш. Реплики разделили так. Первое четверостишье, естественно, за Ольгой. Второе же четверостишье поделили между собой поровну Полина и Даша. Ну и припев, естественно, за всеми. Скажу так. Пели они с таким легким запозданием. Видимо, звук чуть отставал. Ну а про сам вокал я могу спеть только одно. Вот прям только спеть. Мне мало, 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 мне мало, мало, мало вокала. Это гениальная строчка, которую я, кстати, нашел в комментариях под этим выступлением. Я считаю, обо всем говорит. Тут больше слов не нужно. Может, рядом с тобой нам было хорошо, что-то там за спиной меня тут обожгло. Нежная в небе, нежная опять. Мою руку возьми, чтобы вместе упасть. И в обряд их двоих так хочу я дышать. Не могу без тебя и не могу ждать. Я сажусь на... Так что вот, пишите, пожалуйста, ребята, в комментариях, как вы относитесь к такому потрясающему выступлению. Как вы относитесь ко всей информации, которую я преподнес видео. Было ли вам интересно? Какая информация для вас была самой важной, полезной, интересной, привлекающей ваше внимание? В общем, все это пишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте обсуждать, буду всех вас ждать обязательно. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчик вверх этому видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал обязательно, потому что я там с вами всегда на связи. Очень буду вас там ждать, потому что все анонсы, информация, в общем, всем делюсь с вами там. Ну и увидимся с вами в новых видосиках. В следующих видео будет много классной информации. Будем обсуждать альбомы. Украденный альбом, или не совсем украденный. И это будет пиар-акция. В общем, это все мы с вами обсудим обязательно в следующем видосе. Там уход Даши Шашиной, приход Кати Кищук. Все это будет в следующем видео. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока-пока-пока. Господи, наконец-то снимаю 4 часа. Ой, как бы вылезти. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.